Наука и технологии на телерадиоканале Страна.ФМ Книга посвящена женщинам-ученым. Вы исследуете их судьбу, биографию, и книга выходит как раз скоро, в ноябре. Да, в конце ноября должна быть уже есть типография. И мы вот что решили. Поскольку Ольга у нас уже была неоднократно в гостях, нам стало интересно, почему бы нам не узнавать про какую-нибудь интересную такую судьбу, одну из, которые вы исследуете и изучаете. И сегодня мы решили поговорить о... О Нине Михайловне Субботиной, одной из первых наших женщин-астрономов, первой женщине, которая написала книжку по астрономии на русском языке, и которая получила за эту премию в 1914 году, которая называлась «За достижения в науке и образовании» имени Николая II, Русского астрономического общества. Женщина, которая первая стала профессиональным астрономом, так скажем. Ну, одна из первых. Одна из первых. Самое смешное, что ее никогда не считали профессиональным, несмотря на образование. Она никогда не работала. То есть как любитель. Да, у нее была своя обсерватория. Собственно, ей папа построил. Папа инженер. Построил ей в подмосковном умении свою обсерваторию. И она там наблюдала, вела наблюдения совершенно профессионально. И называлась любителем. То есть смотрите... Не зарабатывая этим. Ничего. На что жила? Она родилась в 1877 году. И как раз 7 ноября. Так что у нее скоро будет день рождения. 141 год. Какая дата, да. Старшая дочка в семье. Папа инженер. Потом он был техническим директором сормовских заводов. Очень крупный, серьезный. Да. Мама дочка богатого, московского архитектора. Так что до революции жить было на что, пока папа был жив. После революции жила очень тяжело. Даже несмотря на то, что друзья ей помогли получить персональную пенсию. Очень бедно. Когда отмечали ее юбилей, 75 лет, ей не на что было купить платье. На крыльстолу. А, а. Нет. Отмечали там официально, в Русском астрономическом обществе. Она писала друзьям, просила прислать ей денег, чтобы купить платье. Чтобы было, можно пойти. Ее это не останавливало. Ей было все равно. Есть у нее деньги. Ей заплатили премию за книжку. Она говорит, ну, замечательно, я поеду на съезд естествоиспытателей. Вот и дело в шляпе. Человек горел своим делом. Как так получилось, что она решила связать свою жизнь с астрономией? Знаете, с ней случилась беда. Ей было 7 лет, когда она очень тяжело заболела. И лихорадка проснулась через 10 дней и не может ни слышать, ни говорить, ни ходить. Потому что здоровый ребенок готовился поступать в гимназию. По-английски, по-французски уже читал, говорил, писал. И вдруг просыпается. И вот так вот. И родители, семья очень ее любили. Старались. Представляете, 100 лет уже с лишним тому назад, сегодня в такой беде. Никто не мог помочь. Пытались заинтересовать рисованием, вышивкой, рукоделием. Ничего. Ходить не могла. А папа, у него был страстный любитель астрономии. У него была астрономическая труба. И он ей подарил. И сидел с ней, показывал звезды с кровати. Она наблюдала. И влюбилась. И стала астрономом. То есть родители передали такую любовь, заразили звездами, небом. И в итоге стала профессионалом. Да, папа. Ей было 16 лет, когда ей организовали первую экскурсию в Московскую астрономическую обсерваторию на Пресне Московского университета. И потом, через несколько лет, в главную Полковскую обсерваторию страны. И ее все очень принимали, очень любили. Папа ее познакомил с Менделеевым, который был его учитель. И Менделеев ей сказал, а вы напишите Фламариону. Фламарион был в то время знаменитый человек, француз, который сказал, знаете, астрономия – это такое дело. Надо много народу, чтобы изучать. Одних официальных обсерваторий мало. Нужны любители. Много-много во всех странах. Давайте. Они очень важны. И вот она ему написала, он ей ответил. И завязалась переписка. Она стала членом Бельгийского астрономического общества, Русского астрономического общества. А потом пошла учиться на высшие женские курсы. Друзья, в общем, идите навстречу мечте и не отходите от своих гаджетов. Смотрите, слушайте «Страну.ФМ». Скоро мы вернемся. Наука и технологии. На телерадиоканале «Страна.ФМ». Ольга Валькова в гостях у телерадиоканала «Страна.ФМ». Мы сегодня говорим про Нину Михайловну Субботину, женщину-астронома, которая была, собственно, любителем в астрономии, но стала одним из самых больших профессионалов, в конце концов. Да. Мы продолжаем как раз. Нелегкая судьба была? Нелегкая, да. Хотя и приключений хватало. Она наблюдала солнце, солнечную активность, солнечные затмения, изучала солнечную корону. И вот 1914 год. Полное солнечное затмение, которое видно у нас в Крыму. Астрономы готовятся лет за пять начинают к такому событию. Это надо приборы. В Крыму, это поселок научный, это где обсерватория, да? Нет, тогда там не было обсерватории. Они наблюдали, собирались на Карадаге, там в районе между Феодосией. Приборы надо подготовить, выписать, всё такое прочее. Большие экспедиции сказали, женщин не берём, они нам будут мешать. И высшие женские курсы, бестужевские, петербургские, решили, ну не берём и не берём, мы свою экспедицию организуем. Прекрасно. И вот Нина Михайловна, она к этому времени была уже опытным астрономом, там 35 где-то лет. И ещё несколько девчонок-студенток. Они готовились, занимались, собрали деньги, лекции устраивали, благотворительные концерты, значит, на билеты и всё. Приехали. Всё замечательно. Лето, море, красота, готовятся. Раз-два наводнения. Ну вот мы видим, что у нас бывает. Да, на юге такое бывает. Снесло, унесло, ночь жуткая, субботина, которая на костылях, в темноте, они с приборами на гору. Ну кое-как выжили, не затопило. Хорошо. Но размыло площадку, на которой они собирались наблюдать. Потому что прибор-то надо на что-то ставить. Штатив какой-то там. Штативы, трубы, всё. От большого ума одна из участниц нашла старое кладбище, где были каменные плиты. Очень удобно. Но местным жителям почему-то не понравилось. Почему же, да? Да. И тут, представляете, значит, девчонки одеваются странно, какие-то трубы за собой таскают. Субботина вообще странная, на костылях не говорит, ничего не понятно. Наводнение там всё размыло. Сейчас говорят, что солнце кто-то украдёт. Ну, конечно, ведьмы виноваты. В общем, их чуть не убили, там не поубивали. Хорошо, местный начальник отбил. Ничего, их остановило, ничего подобного. Готовились, готовятся дальше. Дальше. Раз-два, начинается Первая мировая война. Объявляют начало. Ну, что вы думаете? Кто бежит, кто куда-то? Наши девушки, у них затмение. И, вы знаете, оказалось так, что из всех крупных экспедиций, которые готовились в серьёзные обсерватории, никто не смог наблюдать. Вообще, представляете, готовились... То есть только они? Да. Дальше девчонки, которые вот так спонтанно всё добивались к своей цели. Их оказалась единственная успешная экспедиция среди наших, иностранных, всяких. И они вернулись, конечно, как королевы-победители. Ольга, ну смотрите, они же должны были как-то сфотографировать это? Или была такая возможность в 2014 году? Или описать просто, что они видели? Только-только начали появляться первые фотографии этих событий, а так во время всех затмений рисовали. Зарисовывали, записывали по долям секунд, когда появляются там разные астрономические явления. У них ещё была большая программа, они наблюдали, как себя ведут животные, растения, люди во время затмения. Ну, с людьми понятно, они их гонялись. Природные вот эти заметки, как есть. Да, 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 какая реакция от цветов до... Всё такой наблюдательский путь, следовательский. Да, да, да. Они даже потом объезжали окрестности и опрашивали, как вели себя местные жители, образованные, необразованные. И сколько корова дала молока в такой-то период? Ну, примерно так. Такой свой лунный календарь. Примерно так. Только научный. Друзья, по нашему лунно-научному календарю сейчас небольшая пауза, после которой мы продолжим разговор. Расспрашиваем сегодня Ольгу Валькову. Она нам рассказывает про астрономию. Доктор исторических наук, да. Да, на минуточку. И мы сегодня узнаём про Нину Михайловну Субботину. Это женщина-астроном, которая сделала очень много в этой науке. Да, у нас такой цикл про судьбы женщин-учёных разного времени. Итак, Нина Субботина очень сильно болела, что мы запомнили. Увлекалась астрономией, всегда оставалась в статусе любителя, хотя делала невероятные открытия, да, и большой вклад внесла в астрономию в целом, но была всегда любителем всё-таки, непрофессионалом. Не признали. Ну вот, Ольга, смотрите, есть же учёные, которые что-то сделали такое большое, знаковое, да, в своей карьере. Что было это у Нины Михайловны? Ну, у неё была вот эта её книжка «История кометы Галлея». Вы знаете, что комета Галлея у нас является раз в 75 лет, и каждый раз это фурор. Вот при нашей жизни она была в 985 году, ну, в следующий раз, соответственно. Она была в 1909 году в России. В 86-м была она. Да, народ весь был в ажиотаже, и вот Нина Михайловна начала изучать историю о появлении с древнейших времён, и как люди это записывали, и вот написала книгу, которая как раз и получила ей премию, медаль, которую до сих пор цитируют. Вы в интернете можете посмотреть «Историю кометы Галлея», наверняка найдёте без проблем. Великолепно написано. Вот это была её большая работа. А как тогда можно было эти кометы наблюдать? Ведь, ну, сложно же, телескопы, наверное, мягко говоря, не такие, как сейчас. Но уже были хорошие телескопы. Оптические как раз, да? Да. И с помощью биноклей. И самое смешное, что, опять-таки, она в нашей стране оказалась чуть ли не единственным наблюдателем. Единственным? Она ездила в Севастополь чуть ли не единственным, да. Пытались уже фотографировать, когда она была вот в 1909 году. Не получилось. Ещё фототехника была не на таком уровне. Часто ездит в Севастополь и в Крым там видно лучше, да? Конечно. И больше шансов, что небо будет прозрачным, что не будет облаков. Хотя, конечно, не было же ещё орбитальных телескопов. Просто я имею в виду, ну, ни на Кавказ, никуда, ни в чем в Крыму. Ну, вы знаете, в конце 90-х годов очень пытались организовать обсерваторию на Кавказе, горную, высокогорную обсерваторию. И тогда не получилось. Они начали собирать деньги, члены Русского астрономического общества, общества любителей мироведения. И знаете, как вот в Субботе написала, мы надо собрать 2 миллиона, мы собрали 500 рублей. Мы скоро все перемрём и не будем нуждаться в телескопах до того времени, как эта сумма соберётся. Ну, случилась советская власть, и с 30-х годов там строились большие государственные обсерватории. Советская власть заинтересовалась, получается, да? А зачем большевикам астрономия? К чему это? Ну, астрономия нужна для массы вещей, для навигации, для флота, не только для науки. А чисто прикладные такие дела? В том числе и прикладные, ну и фундаментальные тоже. Самолёты не летают без... Ну, без... Конечно. Советская власть отнеслась к ней, Михаил, неблагосклонно, получается, да? Вы знаете, по-разному. Началось очень плохо, потому что конфисковали имение её родителей, где была её обсерватория. И мало того, что обсерваторию конфисковали, кому она там была нужна в Собольках, она сумела только трубы вывести. Так ещё она же без средств, все капиталы пропали, жить ей было не на что, кто её бы взял на работу такую больную. Вот. Но это человек, который не унывал. Она поехала в Сормово, где папа её уже умер, но там, конечно, все её знали. Не прошло пяти лет, как там был в Сормово, на заводах. Нижний Новгород. Нижний Новгород. Казалось бы, заводы, пароходы они делают, паровозы. Да, чисто промышленный центр был всегда. Да, да, да. Астрономический кружок, лекции. В её квартире на балконе стоят телескопы, и туда стоит очередь людей, которым показывают звёзды. Вот. В школе строят купол-обсерваторию, многотонный, металлический. То есть пример того фразы «везёт тому, кто везёт», да? Тому, кто не расстраивается и всё делает. И она, конечно, правда, там очухались и сказали, зачем это нам, вообще что. Но уже к этому времени всё построили. Нет, не достроили, к сожалению, купол-обсерватории. В 1925 году его отправили в переплавку. Очень это было жалко. Она вернулась в Ленинград, но тем не менее. Мы продолжим, друзья. У нас сейчас небольшая рекламная пауза. Будьте страной ФМ. Наука и технологии на телерадиоканале «Страна ФМ». Наука и технологии на телерадиоканале «Страна ФМ». Друзья, доктор исторических наук Ольга Валькова по-прежнему в гостях у телерадиоканала «Страна ФМ». Мы сейчас смотрим в историю и удивляемся, восхищаемся героиней нашей программы. Это Нина Михайловна Субботина, женщина-астронома. Друзья, кто к нам только присоединился, у нас идёт такая лекция своего рода, экскурсия радио-теле. То есть Ольга нам рассказывает очень много. Нина Субботина, любитель астроном. Но что важно, она очень сильно болела. И она не только плохо ходила. Самое важное, что она не могла говорить и глухая, и немая. Да, детская болезнь её покалечила. Крошечные остатки слуха. Когда она училась на курсах в высшей школе, она договаривалась с соседками, что она списывает с доски лекции, а какая-нибудь девушка записывает саму лекцию, потому что она не могла слышать. У них был такой комбинированный подряд. И при этом человек безумно инициативный, организовал самостоятельно. И потом уже к ней подтянулись люди в таком деле в астрономии, ну то есть в глобальном. У неё были друзья настоящие, коллеги, романы. Да, да, да. Несмотря на все физические недуги. Да, да. Друзья и наши, и зарубежные. И она в переписке вот уже поздних лет жизни с ностальгией пишет, какие замечательные ночи они проводили в Пулковской обсерватории, разглядывая звёзды, разговаривая обо всём на свете, когда были молоды, юны. Всё было. То есть её источник — это переписки, да? То есть как она взаимодействовала с людьми, она писала. Да. Удалось найти её письма, кое-где сохранились. У неё среди её друзей были, ну, все виднейшие астрономы того времени, которые потом стали академиками, докторами, заведующими крупными станциями. И да, она писала. Она писала изумительно хорошо. Для неё это было как разговор. Да. Она знала штук 5-6 языков древних, новых, не только русский. Ну, вот её тётя-врач с ней прошла курс гимназии и сумела её реабилитировать. Реабилитировать в каком смысле? Ну, в том смысле, что она получила образование, что она научилась общаться. Это уже после болезни, да? Да. Да, да. Потому что кто бы в среднюю школе... Ну, много мы сегодня видим в школе детей с такими вот поражениями. Это очень тяжело. А чтобы такой человек стал членом общества, социализированным, это, конечно, очень большая заслуга. Её вот тётю звали Ольга Владимировна Соколова. Она была одной из первых женщин-врачей в Москве. Скажите, кому-нибудь из известных мужчин-астрономов помогла ли она вот своей работой такой, подвижничеством таким в астрономии? Построить карьеру, может быть, что-то открыть? Передать свои знания. Она очень много лет работала в международном проекте по наблюдению солнечной активности. Ну, мы сегодня все знаем, что цикл солнечной активности нашего Солнца 12 лет. А как это установили? Не так давно. И был огромный проект швейцарской федеративной обсерватории, который сказал, господа любители по всему миру, вот правила наблюдений, и давайте-ка мы все соберёмся и потихоньку будем наблюдать. И сотни людей в течение десятков лет наблюдали и посылали свои наблюдения по очень строго выверенным программам, вот в этот центр он их публиковал. И в итоге появились данные, достаточные для того, чтобы сказать, да, наше Солнце, оно циклично, его активность, оно составляет 12 лет, мы теперь всё это знаем прекрасно. Она с самого начала участвовала в этом проекте. Большая часть этих участников были любители как раз. И в России было очень немного человек, которые участвовали. А как скажите, она работала именно или вновь это была такая инициатива неоплачиваемая? Абсолютно неоплачиваемая, частная инициатива. И общей сложности она непрерывно наблюдала Солнце более 50 лет. То есть несмотря ни на что без заработка, без средств к существованию она это дело продвигала, изучала и была передовым, так скажем, учёным у нас в стране огромной. Да, когда у неё погибли капиталы все после 18-го года, после революции, она искала себе заработки, какие-то подработки, какие-то частные контракты, потому что жить надо было на что-то. Но всё равно астрономия, занятия. Когда её друзья добились для неё пенсии, персональной пенсии, она написала, счастье-то какое, я теперь могу, не тратя времени на житейский труд, заниматься своей любимой астрономией. А она как ещё чем зарабатывала? Вот помимо другими делами имеется в виду, не астрономии. Может быть, и преподавала астрономию для кого-то, студента. Или вообще другим чем-то. Ну, преподавать она не могла из-за своих ограничений. Но во время революции она бралась, например, переписывать пьесы. Даже так. Они занимались, она работала в такой организации, которая называлась Пролиткульт, и они очень много работали с бесперзорными детьми. И она с ними ходила по экскурсиям, показывала им цветы и травы. Летом очень много занималась, очень это любила. Когда она переехала уже в Ленинград жить, бывало, что её просили писать какую-то главу для книги, которая требовала очень много работы для коллективной. Она заплату это делала. Ну, не совсем по астрономии, скажем так. В общем, ну, что подворачивалось. Удивительно, конечно. Вот. Но на самом деле она продолжала заниматься наблюдениями. Вот затмение 1936 года, полное солнечное затмение, она участвовала в наблюдении. Это было знаменитое, так называемое, русское затмение, потому что его было видно на всей территории нашей страны. И готовились к нему, это было масштабно. Уже солнечная комиссия в Академии наук. Но оно совпало с тем, что после него были жуткие репрессии в астрономии. Ну, почему так? Я даже не знаю. Не то предсказали или не то показали, что в чем дело? Ну, да, когда была первая разгромная статья, то сказали, что вредители помешали организации правильное наблюдение затмения. А, то есть помешали неправильные данные. Да, да. И тогда было арестовано очень много астрономов, особенно вот в Пулкове, нашей главной обсерватории, и не только, начиная от директора обсерватории Гер, и заканчивая молодыми людьми. И многие были расстреляны, кто-то умер в тюрьме. В общем, астрономия была разгромлена. Ее это не коснулось, но это же все были ее друзья. Ну, конечно. Знаете, она нигде ни в одном письме ни слова не написала, но можете представить, как это было пережить. Очень нелегко. Как долго она вообще прожила? Она прожила 83 года. Умерла больше на 85-м году жизни. Она умерла в 61-м году. Она пережила все. Она пережила войну. И причем начало Второй мировой войны застало ее, ну, Великой Отечественной, застало ее снова в Крыму и снова за подготовкой к солнечному затмению, которое должно было быть в сентябре 41-го года. И как она эвакуировалась из Крыма? Ну, представляете, хаос эвакуации. Корабли стоят на рейде. Уходят с рейда. Как может по веревочной лестнице человек на костылях? Никак. Ее взяли на борт единственного транспорта для раненых, который был у причала. Он уходил под бомбежкой. Эвакуироваться можно было. Она ехала с братом. У брата была работа в Ташауз, в Туркмению, оазис в пустыне. Ничего. Представляете, человек поехал на месячишку в Крым. Ни вещей, ни документов, ни денег. И вот они застряли в Ташаузе. Семья ее сестры и с детьми, которых она растила как своих, осталась в Ленинграде. Они не знали, что с ними случилось. В общем, ужасно это было. И ничего, они доехали до Туркмении. И она тут же нашла школу в этом Ташаузе, где был учитель, и где была астрономическая обсерватория, школьная. И все равно она наблюдала свое затмение в 1941 году. И все равно посылала данные в комиссию. Ну, фазу 0-9, как бы неполную, стопроцентную. И все писал, извините, я до Алматы не смогла добраться, где стопроцентная фаза. Это ее беспокоило. И знаете, вот разгар войны. Они узнали, наконец, когда стали появляться. Ведь никто не знал, что происходит в Ленинграде. И когда стали появляться письма, когда они поняли, что блокада, что люди умирают с голоду, когда узнали, наконец, что ее родные, умерла ее сестра, умерли все племянники, кроме одного. Когда они... Ну, это ужасно было. В самом-то Ташаузе. Документов нет. Паек, ждивенцы, на которые нельзя прожить. Носки, которые вяжут для фронта из зараженной шерсти. И болезнь сибирская язва. Ну, в общем, вот такая. И она пишет статью, при всем притом, которая выходит в вестнике астрономическом в 43-м году. О наблюдениях затмений в Древнем Египте и в Древнем Месопотамии. И она пишет об ученых Древнего мира, которые вот наблюдали затмения. Она берет старые рисунки, которые сохранились в гробницах пирамид. То есть она еще историк. Да, историк астрономии. Понимаете, она этим... И она пишет во всех своих письмах этого времени. Вообще письма читать безумно тяжело. Я думаю, что ну как люди могут это пережить? Они сейчас где-то доступны, Ольга? Они хранятся в архивах, да. Кое-какие вот сохранилась ее переписка с Гаврилом Адриановичем Тиховым, астрономом и академиком. Потом и все. Во время войны они переписываются. И она пишет, всегда будет побеждать наука и светлый разум. Вот все, вот это вот безобразие. Всегда, да. Последнее слово за этим. Да, мы все равно победим. У нас вновь небольшая пауза, друзья. Мы скоро вернемся. Наука и технологии. На телерадиоканале Страна.ФМ. Сегодня, дорогие друзья, мы общаемся на стыке двух наук. Это, конечно, история и это астрономия. Ольга Валькова в гостях у телерадиоканала Страна.ФМ. Мы слушаем историю просто потрясающей героической жизни. Судьбы, да. Нина Субботина. Ученый, астроном, историк. Удивляемся, восхищаемся. Это из семьи все такое? Как пошло? Как она таким человеком получилась? Я думаю, что из семьи. Таким сильным. Да, еще ее прадед-прадед работал переводчиком в издательстве Новикова. Помните, еще в 18 веке, самое первое издательство. В 18 век смутно помню. Вот, вот, вот. То есть традиция таких образованных людей очень давно. Еще там ее родственницы были, не только тетя, женщина, врач. Там у нее была бабушка, которая была одной из первых русских медсестер, работала во время русско-крымской войны, русско-турецкой войны, спасала раненых, которые потом весь город ходил лечиться. То есть семья была вот такая вот. Ну, смотрите, а вот сама Нина Субботина, она была какая, вот как вы поняли, такая жесткая достаточно, либо наоборот, потому что никаких сентиментов, особых рефлексий по поводу того, что у нее сложная судьба, я так понимаю, не было, да? Нет, нет. Она была оптимистом до глубины души. Знаете, у нее есть такая фраза в юности еще написанная. Я хочу и помогать людям, и служить им своей наукой. И знаете, когда был голод в России очередной в 1905-1906 году, она пишет, мы открываем столовые для детей крестьянских, чтобы их кормить. Я хочу туда ехать, в Тульскую губернию. Мне надо давать экзамены, но я не могу, я должна помочь. Представляете, глухонемой человек на костылях, она не может. У нее была такая широта души, что она считала, что она может внести свою помощь, и готова была. И вот в этом вся ее жизнь. Ольга, как можно узнать о ней больше? Где почитать, где посмотреть? Расскажите, информацию найти. Ну, мало что можно почитать, потому что несколько статей я написала. Она про нее, знаете как, из уст в уста передавали. Она была легендой, конечно, среди своих современников. И младшие студенты, когда вот уже после войны, когда она приходила на какое-то научное мероприятие. Она уже в возрасте была. Да, да, да. Все на нее смотрели с уважением. Говорили, ой, это та самая субботина, молодые студентки. И тогдашние те младые студентки, которые стали уже сильно пожилыми учеными, дамами, и все, говорили, да, мы ее видели. А она воспринимала слова? То есть она, ну, разбирала, что люди говорят? По губам. По губам. По губам, да. По губам. Вот. Она была, конечно, легендой. Но сейчас вот уже ушло из жизни поколение, которое ее в юности успело повидать. И вот как мне моя старшая коллега рассказывала, да, мне рассказывали. То есть вот так вот из уст в уста. Ну, признаюсь, написала о ней книжку, пока еще не издана. Так что... Мы желаем вам скорейшего... Изданности. Спасибо. Процесса этого в плане издания. Спасибо. Она дожила до полета в космос. Человека и писала, и спутника на Луну, и писала, Хрущев молодец. Там Карл VII, когда-то испанский, пытался выстрелить на Луну, и не попал. А мы выстрелили, и с первого раза попали. Была... То есть до последнего... Вот она умерла в 61-м году. До последнего следила за всеми новостями науки. До последнего к ней приносили там какие-то книжки на рецензии. Она писала, о, никакой тут истории астрономии нет, одно безобразие. И вообще говорят, ну, это учебник, ну, там же кто учится? Я вот профессора глухая понимала, а они сейчас приходят и слышат. Все слышат и ничего не понимают какие-то. Вот такая была. Люди, которые запускали ракеты в космос, как-то с ней сотрудничали? Королёв приходил? Может быть, Королёв там, да, какие-то обсуждали вопросы? Нет, не знаю, никогда не слышала. Но вот люди, которые писали учебники для будущих навигаторов морских, вот, да, приносили ей посмотреть. И она с таким большим скептицизмом говорила, ну, что же вы для них-то пишете там? Критиковала. Да, мол, считаете, что они не поймут, что у них за уровень образования такой. Скажите, а, получается, семью уже не было, да? Семьи не было. А с племянниками общалась? У неё было четверо младших братьев и сестра, и она пережила всех. Семья её любила безумно, они её поддерживали, она их поддерживала. Вообще семья была театральна, они очень дружили с кругом МХАТ, Московского театра, они всё время ставили спектакли. Они дружили... Любительские спектакли. Любительские. Ермолова, знаменитая наша актриса, была подруга её матери, и они вместе отдыхали на дачах, и всё это было. Вот, семья была изумительная. Может быть, она не смогла бы вот стать тем, кем стала, если бы не поддержка её семьи. Она пережила всех. Ну, только племянники, да, остались? Один, единственный племянник. Один брат пропал во время гражданской войны, другой, не зная его судьбу, исчез в 37-м году, пока не удалось обнаружить. В общем, осталась одна, да? Самый младший брат пережил войну, дожил до 50-х годов, и всё равно умер раньше неё. Сестра погибла в блокаду Ленинграда почти со всеми детьми. Вот один младший ребёнок вырос, стал инженером, как она писала, женился на инженере, и приносил ей показать свою дочку, чему она была безумно рада. В общем, делом занялся, молодец. Да, я очень надеюсь, не знаю их судьбу, но очень надеюсь, что они живы и благополучны, и что всё у них сложилось хорошо, они этого заслуживают. Да, потому что такая семья всё-таки легендарная уже. Да, очень надеюсь. Удивительно, удивительно. Скажите, а сейчас вот вы издали книгу, а астрономическое сообщество как бы помнит, знает? Просматривало ли оно это астрономическое сообщество? Помнит её Нину Суботину, вот такого легендарного человека? Историки астрономии. Историки астрономии помнят. И в прошлом году существует в Москве семинар, общий московский семинар по истории астрономии, который собирается там раз в месяц или раз в два месяца регулярно, в течение многих лет, и который издаёт много лет, больше 40 лет. Историко-астрономические исследования. Вот не так давно вышел 40-й том, очень хорошо известный. Я в прошлом году выступала с докладом про Суботину, и в этом году вышла статья там только что. И да, историки астрономии, конечно, помнят. Не знаю, это хорошо. Мы желаем вам издать книгу. Спасибо. И приглашаем ещё в гости провести такую лекцию. С удовольствием. Друзья, следите за рекламой. Возможно, когда-нибудь у вас появится возможность перевести книгу о Нине Суботиной. Да. Спасибо большое. В гостях у нас сегодня была доктор исторических наук Ольга Валькова. Ольга, спасибо вам огромное. Безумно интересно. Спасибо. И вам спасибо. До новых встречи. Очень любопытно. Спасибо большое. Всего доброго.